Всем привет дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о портировании контента с GoldSource на Source Engine. Сразу скажу, что это возможно. Мои методы основаны на личном опыте. Ну и конечно, некоторая информация из интернета мне тоже пригодилась. Там, например, туториалы в Кровбаре, как портировать модели из GoldSource. Довольно просто, я бы даже сказал очень. В данном видео я вам покажу, как я буду портировать карту под названием Чечня. У нее нет модели, поэтому в данном видео будет демонстрация переноса полигонов и прочего. В остальном, также добавлю, что это не прям подробный гайд. Подробный гайд будет оставлен в описании, где я, соответственно, провел довольно-таки достойную работу по анализу своей деятельности. Но, однако, это было создано примерно год назад, да? И в тот период я как бы не имел таких навыков, как сегодня, да? Ладно, не будем об этом. Давайте начнем. Прежде чем портировать карту, что нам нужно, да? Нужен исходник. Как получить исходник? Запросить его у автора. В противном случае можно как бы не спросить разрешение, а просто украсть. Украсть, да? Ну, давайте покажу так. Так, то есть, как украсть? Декомпилятор нужен, короче. То есть, простыми словами, что такое декомпилятор, да? Это то, что позволяет получить исходник. Но, опять же, да, декомпиляция портит файл, то есть абсолютно, то есть это воссоздание на самом деле идет. То есть, не получение исходника, то есть в нормальном понимании, короче. Давайте начнем. Так, извиняюсь, я просто, честно говоря, не помню, да. Вот, какой буду использовать я декомпилятор? Недавно появился Unify, да, декомпиллер для Half-Life. Один, я бы не сказал, что он прям крутой, да, как говорят. Да, он действительно хороший в том плане, что он, по сути, все области, у которых нет текстуры, то есть снул текстуры, и он их, на удрав, он ставит текстуры, то есть нет проблем с этим. То есть оптимизация, то есть таких исходников, она будет, ну, если не на высшем, то он довольно-таки на высоком уровне по сравнению с, например, с NBS PC, да, который я часто использую на самом деле. То есть многие мои порты, как раз-таки, в основном, которые сегодня выходят, они благодаря этому декомпилятору, как бы, существуют. Есть BSP-2MAP, WIND-BSP есть. Такие себе декомпиляторы, я их не рекомендую использовать. Я их использовал, да, но они, на самом деле, довольно-таки плохо воссоздают. То есть мои начальные порты, они как раз-таки были с помощью, и в случае этих декомпиляторов я, как раз, все делал, но эта работа была такую себе. Также есть декомпилер 005, который малоизвестен. В основном он хорош только для карты James Bond 007 Nightfire. Это GoldSource подобная игра, но, опять же, с измененным кодом, с улучшенной BSP-системой, да, системой карт. То есть довольно-таки улучшенной игрой в целом. Но этот декомпилятор я тоже не рекомендую использовать. Для Half-Life карт он их ужасно декомпилирует. Вроде как он нул текстуры отмечивает, как no draft, но все равно это все на низком очень уровне, и там пропадает геометрия, полигоны куда-то пропадают, я не знаю. Этот декомпилятор я вообще не рекомендую использовать для Half-Life карт. А для Nightfire он вполне подойдет. Но о с вами я не буду о Nightfire рассказать, а в основном об обычном GoldSource декомпиляторе. Давайте начнем. Unified Dekompiler. То есть это такой декомпилятор, как вам сказать, очень хороший, недавно вышел. То есть он, опять же, хорошо оптимизирует. Но какие минусы есть? Он создает очень много паленой геометрии. То есть инвалид солид структуру это называется. То есть из моего опыта. То есть он даже хуже, чем MBS 5C. Но по оптимизации он, конечно, наверное, самый совершенный на данный момент. Все, давайте начнем. Выбираем как раз таки наш файл. Dечня. Все. Такое, извините. Есть два режима. Face to brush, D-компиллер и 3-based. То есть как это работает? Я подробно рассказывать о структуре этого в данном видеоролике не буду. Но вот так скажу. То, что это 3-based, это такое ревовидное, да? То есть это как коробка создается. Это объяснение, конечно, мое не очень. Лучше почитать в интернете, да? Я сейчас прям подробно не хочу об этом говорить. Так, давайте еще раз. Я декомпилирую. Face to brush я не очень рекомендую использовать. Он для оптимизации такой себе, на самом деле. Но и он выглядит ужасным. Там совсем ненужные моменты появляются, которых как бы не должно быть. Так, все. Мы декомпилировали нашу карту, да. Исходник должен появиться в папке, которая у меня указана как EP2. Так, это я удаляю. Это я просто сдавал там. Так, давайте D-чечня. Вот наш исходник. Что с ним делать? Абсолютно сейчас бесполезная вещь. Потому что мы не можем его никак с ним взаимодействовать в нормальном хаммере, да. Например, Hammer Gmod. Я не смогу открыть это в Source. В Source редакторе карт. Что нужно делать? Преобразовать его. Каким образом? Использую Jack. Jack, что это такое? Это, как сказать, это редактор уровней для Half-Life 1. То есть, неофициальный. Можно через Hammer обычно, можно через Jack. Почему через Jack? Ну, он на самом деле неплох. Неплох, чтобы конвертировать, как бы, какую-нибудь карту. Вообще удобный инструмент для создания карт в целом. То есть, в какой формат нужно преобразовать нашу карту? Необходимо преобразовать это все в RMF. То есть, в RMF не надо. Скорее всего, у вас возникнут проблемы. Пропадут некоторые геометрии, полигоны. Это действительно так себе. Используйте RMF. Так как проблем таких у вас не возникнет. Сохраняем. Но также, что у нас есть? Чечня, да? Перестрелка в ад. У данной карты имеются текстуры. Что с ними делать? Давайте я вам покажу. Существует два метода преобразования текстур и конвертации. Многие рекомендуют WTF Edit, однако это отстойный метод, как по мне. Так как абсолютно, ну, он как бы конвертирует, да. Но, опять же, есть минусы. Это не будет так качественно, как, например, делать официальный инструмент от Valve. XWatt называется. Давайте откроем консоль прежде всего. Так, консоль. Подробно рассказывать о том, как этим пользоваться я не буду, однако я вам сразу скажу. В любом нормальном SDK заранее уже лежит в папке, ну, так сказать, в папке уже находится XWatt там. Его можно отдельно скачать. То есть я вам сейчас покажу. Вот, я официальный SDK использую. Вот здесь XWatt сразу. Вот он здесь находится. Соруд 2009 есть. Не знаю, здесь тоже есть. Официальный инструмент, он по стандарту должен идти. Давайте начнем. XWatt конфиг. Это я записал для себя команды. Вот, вы можете иметь в виду, вы можете преобразовать различные файлы, как бы. Но, в данном случае, я буду преобразовывать VAT файл. Давайте начнем. XWatt. То есть BaseDir. Это моя директория. Директория. Это C-Coff. В данном случае VAT файл. C-Coff. И звездочка. Это любое имя. То есть, в данном случае. И перестрелка, то есть, вводить вручную каждый раз имеет отстой. Поэтому, используем звездочку. И она подбирает все, как бы, все файлы с таким форматом, соответственно, который у вас в видео. Давайте проверяем. Вот. Почему же я больше рекомендую XWatt, нежели VAT файл идет еще одна функция, да? Ну, такая, не функция, я бы даже сказал, такая особенность. А создается файл ResizeInfo. Что это такое? Так как, как вам сказать, вот вы видите, какие размеры нестандартные, да? То есть, как работает система материалов в сорсе. То есть, все материалы, они должны быть кратны двум. То есть, они должны быть четные. То есть, вот такие числа, это какое-то невообразимое число. То есть, такое не может быть. То есть, source, такой материал в таком размере, он не сохранит просто-напросто. То есть, все должно быть, как бы, равное, да? То есть, 256 на 256. Я надеюсь, вы логику саму уловили, да? То есть, что может быть в квадрате, да? Например, 80, это какое число в квадрате? Да, никакое, да? Вот. Ну, то есть, в данном случае, именно кратны двум. Я подразумеваю, конечно. Конечно, я могу ошибаться. Но, в основном, я надеюсь, вы саму логику уловили. Он создает resize-info, которые, соответственно, все это исправляют. И нестандартные размеры появляются. То есть, VTFEdit такой функции не обладает. По крайней мере, из моего опыта, который я имею достаточно больше года, никогда я это не видел. Вот текстуры, которые сохранились. Почему же я не рекомендую использовать... Не рекомендую использовать VTFEdit, опять же. Так как появляются какие-то непонятные... Как вам сказать? Непонятный синий фон, да? Синева какая-то. Это не должно быть так. Ой, меня фотошоп открылся, извиняюсь. Так и вернулся. Так, в общем, создается непонятная синева, ее не должно быть. Сохраняется файл. XWatt преобразует Watt в TGA файлы. Это достаточно удобно. И так же, так же. Материалы, которые создаются, они так же в хорошем, как бы, качестве. Они правильно настроены. Альфа-тест. То есть, VTFEdit почему-то Translucent создает. То есть, прозрачность. Так тоже не очень, на самом деле, удобно. То есть, например, текстуры, которые имеют альфа-канал, лучше использовать альфа-тест. А не Translucent, который добавляет ненужную прозрачность. Вот, то есть, если вам нужна нормальная текстура, у которой просто должен вырезаться фон, используйте альфа-тест. Вот, в данном случае, текстура всей высшего качества. И теперь их необходимо преобразовать в VTFEdit. Каким образом это сделать? Давайте откроем VTFEdit. Для преобразования таких файлов он, в принципе, годится даже неплохо. Все, у меня уже выбрана данная декоратория. Теперь преобразуем, соответственно, к React, VMT-Files. Сейчас мы уже не выбираем, потому что это нам абсолютно не нужно. Все, конвертация пошла. И сейчас эти текстуры можно будет использовать, когда, соответственно, все это закончится. Преобразование завершилось. Теперь мы закрываем это все. Это нам теперь больше никогда не понадобится. Открываем материал здесь. Перестрелка. Это все нам надо будет сейчас оставить. Открываем директорию, куда сохранилось все. И вот, соответственно, VTFEdit файлы. То есть, все преобразовалось в высшем качестве, я бы вам сказал. То есть, видите, все просто прекрасно. Черный фон. Я также хочу вам сказать, если вы портируете с GoldSource, да, у вас есть текстуры с альфа-каналом, и у них синий фон, лучше изменить его в Photoshop, да, скачайте плагин в это, чтобы взаимодействовать с материалами от Valve, да, скачайте все-таки этот плагин и изменить фон с синего на черный. Почему? Потому что синий он будет все равно виден. То есть, в игре это выглядит отвратительно. То есть, ставьте какой-то нейтральный цвет, но не белый, только черный. Вот. Черный цвет и все. То есть, в остальном, как бы, это то, что я вам хотел сказать. То есть, это довольно-таки важно, знаете, если вы хотите, конечно, качественно портировать карту. Так, все, переносим. Все, у нас есть материалы. И теперь, куда мы их закидываем? Закидываем мы их, как бы, в директорию с хамером. В данном случае я буду использовать. Хотя, давайте, да, я хотел вот сюда, короче, перекинуть. Вот. Вот, перестрелка у меня уже все готова. Ну, то есть, то же самое практически. Так что, то есть, вы перенесли, можно сказать, сами. У меня уже перенесено. Все, это закрываем. Теперь открываем наш хамер. Хамер-эдитор. Что это такое? Это редактор уровней для Source игр. Ну, Source подобных, да. HALVE2. CSGO. Там любая игра, которая на движке Source построена. Давайте начнем. В данном случае у меня текущая игра Паранойя. И там, ну, просто у меня так называется. Так, мы сохранили наш файл в rmf. То есть, что будет, если откроем мы в мапе? Давайте я вам покажу. То есть, почему нельзя сразу декомпилированный файл открыть. А, где здесь? Вот, давайте, да, Чечня. Блокаррей инвалид блок индекс. То есть, эта ошибка в любом случае будет возникать. Не важно, какой декомпилятор вы используете. Эта ошибка, ну, и нельзя исправить. Потому что, ну, не откроешь ты файл такой, да? Он устарел просто. Он уже не поддерживается. Потому что мы его можем удалить. Он нам не нужен больше. Так, давайте начнем. А, мапс, мапс, мапс. И давайте. То есть, у нас есть текстуры, да? Их почему-то на карте нет. Что делать, да? Есть всякие дебильные методы, мапфул использовать. На самом деле, все это не нужная абсолютная туфта, да? То есть, как можно легко преобразовать? Да просто файл, файл конверт ватт в EMT и просто ждем. Сейчас вы сами увидите эффект всего этого процесса. То есть, что произойдет. Все, текстурки появились, да? Действительно, они правильно наложились. То есть, проблем нет. Ну, правильно наложились. Это скорее, это все-таки к декомпилятору претензии. Так-то вот все. Все текстуры, которые необходимы, преобразованы. И можно сказать, все, карта портирована. Действительно, вы уже перенесли карту. Вы сделали 90% работы, да? Грубо говоря, конечно. То есть, теперь вы можете использовать эту карту в сорте. Но, какие есть загвоздки, да? То есть, вы открыли эту карту в Hammer Source, да? То есть, в редакторе карты для Source движка. Это уже много, значит. Однако, есть очень большая проблема. Большая проблема в данном случае это инвалид солид структур, которые необходимо исправить. И вы видите, сколько их здесь, да? Их здесь полно. Их нужно исправлять вручную. Что это такое? Ну, это как, если дословно переводить, да? То есть, это неправильные твердые структуры, да? То есть, ну, это почему-то происходит. Последствия декомпиляции. Декомпилятор, он неправильно воссоздал, так сказать, полигон. Унифит, СДК, он на самом деле этим славится. Используя декомпилятор, у вас часто будут много вот таких проблем. Причем, в МБСПЦ, таких проблем гораздо меньше, из моего опыта. Однако, оптимизация, опять же, смотрите, no draft. То есть, если вы, например, будете использовать другой декомпилятор, да? Например, да, любой вообще абсолютно. ВСП Тума. То есть, у вас не будет таких белых, да? Таких желтых текстур, да? Мужчу говоря. То есть, а что это такое? Это та область, которую игрок никогда не увидит, потому что он сюда просто не попадет. Вот. То есть, она и должна быть такой. Это создано вообще для оптимизации. А вот остальные декомпиляторы, к сожалению, этого делать не могут. Они все делают неправильно. То есть, накладывается вообще не та текстура, которая необходима. В данном случае, текстура нул, да, для оптимизации. А у Nefid SDK Map Decompeller, да, как раз таки, исправил эту проблему. На самом деле, он во многом совершенен, но имеет все-таки свои недостатки. Это, опять же, очень много плохих структур. И как их исправить, да? То есть, что будет, если вы, например, ну, не захотите исправлять, да? То есть, захотите пропустить все это. Тогда вы должны нажать Save As и WMF нажать. И сохранить. Однако, что случится? У вас пропадет практически вся геометрия, которая имеет проблемы. То есть, это может быть этот ствол, да? Этот дом пропадет, да? Стенки дома пропадут. Причем, они должны быть. БТР, да, пропадет. Я, грубо говоря, говорю. На самом деле, БТР ведь не пропадет. Просто вот будут дырки в нем. Вы понимаете, о чем я? Пропадут полигоны. Причем, важные полигоны. И чтобы этого не допустить, вы должны исправлять каждую диктуру. И нажать Fix, это не поможет. Нет, вы можете, смотрите. Fix. Вроде ничего не поменялось. Давайте проверим. Изменилось ли вообще что-то? Нет. По-прежнему неправильно. А что делать? Вообще, есть разные методы, как это исправлять. Опять же, использовать другие декомпиляторы. Эту карту передекомпилировать сто раз. Использовать каждую, там, получившуюся вот такой объект. Его просто переносить с карты на карту, да? То есть, это действительно можно. И достаточно интересный метод в реализации. Но, наиболее простой, как по мне. То есть, такой метод мой, колхозный метод, как это все исправить. Вы Shift плюс V включаете режим Vertex. То есть, редактор такой вертексный. И просто, да, просто вот меняете углы. Меняете углы. То есть, это довольно-таки такой посредственный метод. Но, если вы не хотите прям париться. Однако, в чем проблема этого метода? Этот метод подразумевает собой то, что вы просто крутите углы туда-сюда. И это действительно помогает. То есть, это объяснить, конечно, сложно, да? То есть, почему так происходит. То есть, потом вы фикс нажимаете, это может помочь. То есть, это вообще в разных случаях помогает. Видите? Все. Инвалид структуру. То есть, эта структура исправлена. Хотя, что я сделал? Я просто передвинул углы. Да, декомпилятор, он очень сильно искажает геометрию. То есть, что даже при простых манипуляциях, да? То есть, когда я сменяю угол, он просто все исправляется. Это действительно, как бы, дебильно на самом деле, да? То есть, я не буду скрывать. То есть, то, что так происходит, это, конечно, ужасно. Но это так. И, в общем, теперь, в чем остается ваша основная работа? Исправить все эти структуры. То есть, чтобы все это работало нормально. То есть, чтобы все эти объекты не пропали, когда вы сохраните эту карту. И, знаете, в этом нет ничего сложного. В основном, это очень простая работа, которую выполнит абсолютно любой человек. Однако, то, что вам нужно, конечно, это терпение, прежде всего, и желание бороться. Так что, сегодня я буду пытаться все это исправить. Что ж, давайте начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также, когда вы можете исправлять неправильную текстуру, да? Субтитры сделал DimaTorzok Скорее всего, вы заметите, он, например, у объекта есть такая вот, такая вот текстура непонятная, да? Как будто ее, как будто ее, в общем, нет, да? У нее размер, как будто там 10, да? На 10. На самом деле, так не должно быть, да? То есть, она не меняется. То есть, что это значит? То, что если вы исправите эту структуру, то она просто пропадет. То есть, в данном случае, это такая своеобразная пирамида, да? Такая сплющенная. То есть, такие структуры нельзя, то есть, я повторяю, нельзя их исправлять. То есть, что произойдет, если вы исправите, да? Она просто улетит в небо, и, то есть, вы, то есть, можете забыть про нее. То есть, надо пытаться, пытаться ее подвигать, да? То есть, один из методов. Если он вообще не помогает, то есть, в данном случае, смотрите, как я кручу углы. То есть, мне просто не получается. То есть, чем можно воспользоваться? Можно ее воссоздать. То есть, заново создать эту структуру. Или взять готовую, как, например, взять. То есть, давайте исправим ее. Что, что же случилось? Она улетела банально. Ее больше нету. То есть, теперь ее нельзя исправить. Нельзя разрез сделать, чтобы все это выглядело более-менее. Хотя нет, смотрите. Все-таки иногда, иногда просто не делается. Вот. То есть, там мне повезло в данный момент. Разрез получился. И, то есть, теперь мы можем вернуть эту структуру, как бы, в нормальное состояние. А именно, сделать так. Перевернуть горизонтально. Ой, извините. Перевернуть горизонтально. И все. Структура готова. То есть, мы вернули ее, так сказать, к жизни. Воскресили. Вот, немного доработать, конечно, это требуется все. Чтобы выглядело нормально. Так, сейчас. И все. Структура, как бы, готова. И не имеет проблем. То есть, иногда встречаются и такие структуры. Их, конечно, нужно исправлять. То есть, допускать такое нельзя. То есть, любое исправление подобных структур ведет просто к нарушению вообще их. То есть, и к дальнейшему удалению с карты. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 рмф файл потому что в нем эта структура проблемная присутствует в данном случае структура 6 9 3 сайди 6 9 3 6 9 3 вот она что это что с этим могло произойти честно говоря я не понимаю так как это не какая-то сверхъестественная фигура или геометрия то есть как ее можно исправить опять же мой метод однако самый лучший метод по моему мнению ее просто воссоздать данный если какая-нибудь фигура не сложную которую реально воссоздать это не какая сложная геометрия это может быть не знаю там квадрат до параллепипед такие фигуры вполне реальные сделать самому если имеется возможность делать самому делайте сами это гораздо лучше и также как потом нанести текстуру используйте тугал текстур application выделяете необходимую текстурку да то есть как она должна сойтись то есть не вручную записывать значение я так как бы делал раньше то есть хочу поделиться про копкой мышки нажимаете на необходимую текстуру вот нажимайте на нужную и и далее на ту которую нужно переместить все это и все будет работать и смотрите вот неправильно вот все все правильно наложилось даже если а значение изменю то есть все значения они вернутся короче к необходимому так ну что 6 9 3 наша идея нашей непонятной уединяясь структуры ну и его я вроде как исправил давайте проверим сохранить как ммф формат так это все еще присутствует попробуем еще раз так все сохранил в мф формату вот как вы видите проблем нету однако однако у меня была какая там проблема то есть если вам все-таки не повезло и тем не менее то есть непонятно что пропало опять же как я уже сказал пытаетесь ее найти то есть вручную да это на самом деле проблематично сделать на больших картах однако эти вы знаете какой-нибудь метод получше этого да если например вам не повезло и в кс госдк не отобразилась какая именно структура пропала то ищите вручную тем не менее у меня лишь одна какая-то структура была непонятная конкретно что именно пропало я предполагаю где-то у дерева возможно да то есть где за кусок дерева у меня мог чуть-чуть отвалиться вот или изменить прям так ну то есть как вы видите последняя декомпиляция не таковы и вот вот что вы видите испортилась абсолютно структуру то есть так быть не должно то есть иногда приходится все исправлять вручную дам ты двигать углы то есть заниматься и и позже уже проверять то есть возникли ли еще какие-либо проблемы то есть это необходимо делать чтобы качественно перенести карту опять же тем не менее я сделал это не прям качественно ска сразу скажу исходник у меня не сравнится как бы с тем что было например у создателя до этой карты я предполагаю то есть все таки моя версия она не как бы не так близка к оригиналу как хотелось бы вот поэтому поэтому просто довольствуюсь тем что имеем вот и как получается в общем то есть и проверяем опять же да если например сомневаетесь какой-то структуре да то есть например вот я сейчас вас создал докуда такую себе тем не менее она выглядит не критично то есть такие изменения конечно они как сказать они злокачественные да то есть так быть не должно то есть это не соответствует оригиналу опять же если придерживаться каноничности порта то есть его качество и как он должен быть ну каким он должен быть в сурсе ты дал случай у меня дерево конечно чуть-чуть покоробила да но я то вам так скажу у меня достаточно немало здесь проблем возможных с конкретно структурами однако они не критичны это все терпимые изменения их можно принять но все допустим мы закончили да теперь что делать прежде всего я вам сразу скажу инструменты gold source to source не самые необходимые чтобы портировать так как проще все сделать самому все все изменения можно сделать сам самим это эти инструменты они особо не помогают хотя для сцен для скриптов для скриптов то не могут быть полезны но я больше рекомендую использовать виме of апдейтер он гораздо лучше хотя он создан для half-life 2 бета однако он для half-life source а тоже подходит и вполне справляется со своей задачей в данном случае я их не буду использовать так теперь sky теперь что я делаю на этой карте как я понимаю есть невидимые стены а именно клип и также есть коробка коробка в данном случае skybox то есть что делаем для оптимизации просто все это выделяем control g также сразу скажу как искать браш это control shift и j вот то есть имейте ввиду так теперь мы объединили все это теперь давайте выделим все остальные элементы которые должны быть клипами я не знаю почему автор сделал именно таким образом возможно все декомпиляция опять же да все также для оптимизации всех этих клипов я рекомендую преобразовать их например fung detail да тот же вот так как это не динамическая сущность это просто статичный такой объект который то есть это просто стена она должна быть как бы невидимой потому что игрок туда никогда не попадет и теперь нажимаем control и т все fung detail выбираем здесь сущность fung detail если у вас преобразовалась другую как бы структуру все все готово теперь наши клипы работают теперь что делать что делать вроде все портировано да но прежде всего вот это что это такое да непонятно какие-то зеленые объекты что это такое да это origin да то есть крутящийся объект это могут быть двери это могут пулеметы это может быть вообще все что угодно в данном случае я предполагаю что вот этот объект это какая-то просто какой-то я не знаю это какой-то какие-то ворота типа вот то есть они должны как бы то есть что нужно делать в данном случае в голдсурсе зеленая этот это такая . то есть как вам сказать той . вращения вот то это . вращения а в сурсе это чуть изменилось то есть какая-то может быть сущность у меня произошел какой-то баг да то есть почему-то у меня все все структуры почему-то потеряли потеряли почему-то вообще своими то есть это должен быть триггер его удалим так как я не делаю триггерную карту то есть это не понадобится нам то есть почему-то у меня случилась такая проблема что это пропали все такое часто бывают при неправильном сохранение даже если вы чем-то там перепутали то есть вы сохранили мне в другом хаммере например да то есть непредназначенном короче ну то есть довольно таки странная причина я это исправил заново пересохранил рмф файл если у вас такое произошло в в меф формате то пересохраняйте то есть обратно то есть возвращайте все к исходному положению я так и сделал и теперь поговорим об этой зеленой текстуре origin до . вращения вот . вращение которую терпсор да то есть фунтур ротатинг что это такое это дверь которая должна открываться . вращение должно находиться здесь данном случае вот это круг этот кругляшок это . вращение конкретно у соуса а как убрать вот эту зеленую штучку то есть она не понадобится ее надо вырезать потому что в сурсе она не выполняет роль которая была то есть вместо нее вот как раз такой кругляшок существует так сравниваем с точки вращения и теперь как ее убрать самый простой способ как вами просто ее передвинуть угол сломать да и что теперь теперь alt плюс p и чем проблемы инвалид соли структур и делит все структуру была удалена теперь как я понимаю данная дверь должна открываться вверх поэтому сразу настроим позицию то есть куда это все должно открываться вот в данном случае то есть как я понимаю она должна быть направлено именно вверх в общем и ставим об все тирана должна подниматься так структура исправлена однако вот есть такие непонятные изменения опять же декомпилятор унифай да то есть чтобы качественно портировать нужно сравнивать карту с оригиналом то есть в данном случае мне необходимо зайти в оригинал и посмотреть какую роль выполняет это этот конкретно объект однако этого я делать не буду но рекомендую делать вам чтобы качественно принести карту теперь ищем другие объекты то есть ищем то есть за что они отвечают нам случае например есть триггер да что он делает то есть этого функ бомб таргет то есть к с к в конту страйке это отвечает за ну как бы территорию где будет закладываться бомба данном случае мне это не нужно поэтому я это вырезаю также опять фунг бомб таргет то есть почему их два то есть это и и бе вы поняли о чем я фук ладр что такое фук ладр это лестница однако как вам сказать вместо этого существует бра браш то есть то есть где будет конкретно находиться лестница я предполагаю что вот здесь она должна быть хорошо давайте пойдем дальше инфоплеер да из матч что это такое опять же это 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 плеер то есть это игрок то есть это нам необходимо будет преобразовать давайте начнем сначала исправим все орден ошибки такие да то есть фунг танк что это такое это танк это турель то есть а ну опять же . вращения вот у нее незначительно отличается там чуть-чуть прям вот можно будет посмотреть то есть где находится как раз таки вот этот объект вот то есть он здесь находится . вращения верно поставим так что этот объект можно удалить и не трогать этот пулемет однако текстуры необходимо здесь исправить так быть скорее всего не должно немного декомпилятор конечно неправильно накладывать текстуры вы должны держать это в уме то есть то есть вот так так быть не должен быть он неправильно накладывать то есть вот эту текстуру он прямо на весь пулемет делает это это не есть правда да то есть неправильно но опять же для более точного как бы портирование сравнивайте с оригиналом trigger relay то есть что это такое то есть это реле то есть отвечающие за определенную как бы сущность то есть данном случае торги то то есть цель это g5 вот имя цели вот g5 релей вот . как это исправить я вам сейчас покажу однако давайте перейдем сначала к исправлению всех вот этих сущностей так функ ган таргет вот этим давайте исправим убираем просто все вот эти ориджины ненужные вот так так сейчас и наверное все-таки преобразу это просто в на удрав чтобы это не отображалась какая-то неоднозначная честно говоря сущность не сталкиваются это впервые особо ты с подобным не сталкивался так отрига релей что это такое то есть это нужно преобразовать в логик реле которая соответственно будет работать в соусе данном случае таргет до таргет это g5 то есть данном случае он триггер мы выбираем g5 соответственно должно что-то делать то есть опять же как понять что она делает сравнивайте игру с оригиналом то есть не игру извиняюсь пара порт то есть эту карту с оригиналом смотрите как она должна себя вести скрипты можно портировать можно воссоздать особого значения как бы не имеет если как бы вы с правильно сможете эту функцию настроить то есть в моем случае а просто сейчас удаляю все эти ориджины ненужные потому что они как бы будут мешать их можно попробовать преобразовать в ноутрав да но опять же я просто рекомендую для нормальной оптимизации до чтобы все нормально работало просто удалить их и все чтобы они вам не мешали если вы знаете какие другие методы конечно приветствуется да то есть это хорошо также сразу скажу сразу скажу то есть необходимо опять же сравнивать сравнивать с оригиналом то как я делаю это не самый качественный да и добросовестный подход именно портирование контента то есть необходимо всегда сравнивать и поэтому я вам сразу скажу если вы хотите качественно реализовать просмотрите как в оригинале все было и как сейчас вот но если что я буду корректировать это по ходу разработки то есть посмотрим к чему это все приведет если возникнут проблемы конечно это будет это надо будет исправить также смотрите g5 sound то есть данном случае существует звук сейчас давайте его выберем так скорее всего он fire то есть как почему я так думал потому что танк скорее все стреляет да то есть этот бтр то есть он должен издавать звук получается вот угол sound угол sound то есть теперь когда он стреляет он выдает звук однако почему почему бы например здесь да не прописать здесь также можно прописать звук вот здесь имеется в общем работа со звуком в соусе просто было немного по-другому вот я вам так скажу вот то есть поэтому а также можно здесь прописать если у вас есть желание да вот сам процесс портирования карт он не очень сложен я вам так скажу он требует лишь терпения то есть это действительно то что нужно и конечно энтузиазм то есть если у вас нет желания заниматься этим конкретно то есть я имею ввиду что прям у вас есть планы этим заняться да то я думаю вы вполне сможете а если у вас так просто желание не факт просто все зависит от сложности самой карты данный момент у меня довольно таки сложная карта хоть она была выпущена в 2004 году пусть несмотря на то что она очень старая геометрия на ней действительно добротная и она все-таки может так сказать декомпиляторы немного потревожить сразу скажу кстати некоторые декомпиляторы могут не декомпилировать вашу карту вот так здесь я немного ошибся почему-то или так должно быть здесь здесь почему-то немного странно сработало наверное той стороны должно быть да красиво тогда все так также ставим здесь направление куда у вас будет подниматься вверх-вниз вы также смотрите на официальном сайте в элф как документацию по поводу дверей как все работает какое положение необходимо ставить или не ставить я буду продолжать свою работу так сказать и все теперь теперь осталось курселька то есть посмотрим точка вращения стоит правильно то есть она вообще знаете точка вращения стоит неправильно в основном у дверей знаете то что чаще всего двери то есть дверь как должна открываться то есть точка вращения не должна быть среди нет она должна быть справа или слева да то есть если вы видите карту где там середины почему-то но это неправильно это скорость его ошибка ошибка или маппера были так они захотели просто сделать вот так же так же по высоте тоже смотрите по высоте то есть опять же смотрите я верну вот по высоте то есть он находится внизу вот по высоте также подбираете то есть точку вращения но случайно чуть ниже должно быть так ну в принципе нормально ну конечно прописывайте и некоторые флаги некоторые флаги например то есть в данном случае функ ротатинг хотя можно так и оставить да то есть все больше всего зависит от двери вот здесь например фунду дару то тигдаю за пенс то есть открывается на кнопку я то есть на использование touch opens то есть при прикасании когда к этому объекту он откроется вот давайте нажмем enter и чтоб можно было как бы взаимодействовать прям с этим объектом здесь тоже я предполагаю что скорее всего здесь те и вот эти конкретно барьеры они были отключены то есть они они наверное не используются инфоплеер дизмач ну просто можете выделить эти все сущности да и преобразовать их то есть данном случае это должен быть инфоплеер старт вы смотрите то есть за миссию зависимости от игры куда вы портируете то есть это определенный как бы спавнер вот так функ лагер так здесь скорее всего есть несколько лестниц учитывая вот эти сущности это скорее всего неправильно сработал декомпилятор да то есть то что вот так произошло немного то есть вручную придется или из или сравнивать с оригиналом искать лестницы но я он здесь пара демонстрирую то есть данном случае у меня лестница например есть с этой стороны вот так же здесь имеются и другие то есть их придется создавать вручную также также у него это не всегда правильно как бы оптимизирует он добавляет то есть смещение происходит текстур ненужных да то есть абсолютно неправильная работа идет то есть иногда такие проблемы необходимо исправить вручную вот также также по создании лестнице как как она происходит давайте создадим одну лестницу например то есть за место func ledger которые до этого были создадим вот здесь например обычную какую-нибудь лесенку незамысловатую то есть она уже есть да также рекомендую вам если вот есть такие прям браши да прям явно их много то есть преобразовать их fun detail да вот на случай такие вот у меня прямоугольники да прям так теперь что делать как преобразовать это все в нормальную лестницу человеческую то есть это все будет область область которые вам необходимо на случай этой лестнице можете преобразовать данную сущность то есть бражда func ledger func ledger да и принципе он будет работать однако однако я вам сразу скажу так как здесь func detail то есть немного немного надо отодвинуть потому что и две сущности будут func detail а что термоделал пишут или висайбл инвизабл да вот визабл леджер то есть это лестница она работает и в counter-strike и в half-life 2 да по крайней мере в горы смотрят точно работает хотя горы смотрят все таки другая игра но все же все живут если но в противном случае можете преобразовать этого func ledger да и добавить то есть материалы но дров до чтобы дня отображалась как бы практически карта готова однако я вам всем рекомендую опять же преобразовать имеющиеся сущности и настройки их прежде всего давайте сразу скажем то есть сразу скажу я то есть что делать да вот как бы если вы к и скомпилирует сейчас карту почему-то вот эти объекты не все будут черными с чем связано так как у них то есть в gold source нейтральный цвет да то есть это был 0 0 0 да то есть данном случае render color render color 0 0 0 то есть я так не должно быть это вообще черный цвет в сорте а раньше это был такой обычный цвет то есть белый да в данном случае надо эту строчку заменить на 250 250 250 то есть какую роль выполняет например gold source to source fixer это все не очень на самом деле это посредственные фиксеры они довольно таки просто реализованы ту работу которую они выполняют может выполнить практически каждый но если вы например попробуйте изучить структуру всех этих инструментов то есть в чем в чем их вообще загвоздка в чем их судя они просто преобразуют строки да то есть строки target name например у той же сущности да у логи крылей то есть а он преобразует в name да например то есть в новую source строку то есть это не очень такие сложные инструменты которые как бы прям сильно вам помогут на самом деле нет тем более только в имея файлы они преобразуют то есть вам в любом случае если у вас карта после декомпиляции там все прям испортилось да я имею ввиду например у вас много там сломанных структур они это не исправят к сожалению то есть это это вообще невозможно так у нас все готово однако куда странное освещение вы заметили какие-то лампочки да не нужно то есть что это такое я я честно говоря не знаю с чем это связано очень это странно скомпилировалось на самом деле эта карта дневного цвета света то есть это все удалить надо будет то есть потому что это абсолютно ненужную сюда какие-то лампочки да не нужны то есть очень много какими какого-то освещения не того причем так это все как бы надо убрать убираем и добавляем нормальный light environment добавляем эту сущность берем значение например вот это лампочки да а также вам сразу скажу если вы портируете карту с gold source на соус да то есть что вам нужно знать то есть прямо важно знать то есть это в случае менять ambient немного сделайте этот свет немного прям вот чуть светлее да чуть более такого приближены к белому да так в сурсе все цвета не более такие насыщенные их надо в сурсе делать все-таки менее насыщенными вот то есть это так работает вам сразу скажу вот то есть вам в любом случае надо будет исправлять также многие меня ругает за то что освещение до моих портов все очень темно на самом деле это довольно таки просто исправите играетесь с последними значениями 22 до можете 40 поставить посмотреть как это влияет в общем то есть есть такой метод для устранения то есть йорк от и до какой-то грубо говоря яркость всегда не нужны там или наоборот темноты в данном случае вот имеется какие-то лампочки честно говоря скорее всего они здесь не нужны но я их оставлю пускай не буду так чуть освещать чтобы более-менее светло здесь было но я предполагаю что это не нужно также также вот и обнаружил мною текстуры которые точнее структуру которая пропала пропала и и не в каждом хаммере знаете не в к не каждый хаммер определит я имею ввиду например хаммер от контор стая глобала фэйс вот например его может быть все равно на эту структуру он все равно сможет компилировать карта вот данный момент half-life 2 компилятора это делать не может поэтому исправляю вручную исправляю то есть все двигаю и потом конечно же проверить испортилась ли это структура есть она спросил испортился это конечно плохо исправляем ее повторным и смотрим повлияло ли это как-то да повлияло все у структур нету проблем для того чтобы закрепить полученный результат просто переразгружаемся и смотрим до проблем структура не вызывает да иногда бывают такие неточности да вы вроде исправили а все равно приходит перезагружать это действительно так то есть вам нужно быть бдительнее здесь все оптимизация неплохо так все выгодит также рекомендую все эти структуры fung и лузианы до преобразовать то есть в сорте ой здесь гусор все эти структуры они я не уедет не помню честно говоря имеют ли коллизию по моему нет ну в сорте по крайней мере так и работает то есть у них нет коллизии то есть для ускорения просто берете выделяете все эти структуры просто преобразуете их fung detail да опять же то есть данном случае все это все это броши какие-то то есть просто просто их выделяем все можно попробовать выделить все но я только определенную такую растительность выделяю вот в данном случае его деревья то есть вот все так то есть это как бы лучше всего их выделить преобразовать в новую как бы entity для лучшей оптимизации или просто их все объединить то есть это на ваше усмотрение вот также я вам сразу скажу вы можете проделать более лучшую работу по работе с этими структурами и попробовать преобразовать их настроить то есть на ваше усмотрение опять же до изменения проводить чаще всего light environment появляется на карте в данном случае он не появился карта очень древние возможно комбинатор просто не справился то есть при преобразовании таких entity ну ладно оставим это все карта готова да и можно скомпилировать да и можно скомпилировать практически вся вся работа сделана то есть спавнеры расставлены все необходимые сущности тоже имеются все все есть все все что было необходимо то есть уже преобразовало то есть можем это увидеть вот вот и вот все в принципе в принципе как бы на этом можно завершить гайд однако я вам сразу скажу для того чтобы лучше портировать карту вам необходимо прежде всего выставить выставить куб мапы ноды 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 для npc но если вы не будете использовать тогда ладно куб мапы для правильного отражения поделюсь своим методом как я их расставляю то есть их необходимо расставлять на правильную высоту я точно не помню то ли 64 128 да то есть необходимо правильную высоту выбрать и расставлять их так вручную но какой у меня способ да метод выставление куб мапов чтобы это было очень просто чаще всего некоторые мапперы могут этим пренебрегать однако это довольно таки ужасные с их стороны и вы не знаю не добросовестно что ли то есть как и добавить вот так копируете вот создайте вот так то есть высоту подбираете вот все копируете и просто то есть как удаляете нижний и верхний оставляйте это довольно таки легкий способ можно так быстро добавить куб мапов на карту то есть моем случае смотрите вот раз два да то есть расстояние конечно не чуть большой но я думаю это в принципе вполне вполне как бы терпимо до данном случае вот вы видите то есть довольно таки просто расставить куб мапы в этом в этом плане то есть вот такой способ до метод он да довольно таки легок да то есть не нужно каждый раз там выставлять то есть высоту подбирать да если можно один раз настроить и все и просто копировать и вставлять в своем случае вот это так так да ну конечно обязательно расставьте все эти куб мапы в помещениях помещениях также тоже вы можете сказать что все уже исправлены и действительно так однако однако чтобы хорошо тортировать карту необходимо и также и провести большую работу в том плане что нужно искать ошибки то есть какие проблем появились на карте данный момент я много нашел проблемы с наложением текстур с брашами которые я как бы оперативно исправил вот как вы видите здесь то есть что это такое так быть не должно то есть мне нужно это исправить в данном случае я просто заново воссоздаю подбираю по высоте необходимые мне браши и все создаю вот так и все теперь дырки больше нет вот все сер выглядит нормально и также здесь здесь пропал кусок земли не знаю может быть так допланировали ара планировала здесь отсутствие кускает костюмого страна окей опять же дается хорошо бортируете то есть и чего следует по хорошая да хороший перенос из хорошего знания самой карты я эту карту знаю плохо честно вам скажу то есть я на ней никогда не играл однако карта довольно таки прикольная и уникальная своем роде вот теперь что нужно сделать скомпилировать однако я вам сразу скажу на карту необходимо добавить куб мапы куб мапы важная составляющая карты любой абсолютно это отражение на сорт движке ездил в сорт движке есть такая система отражения отражение оружия там у персонажей до рефлекшнс вот что такое некоторые мапперы недобросовестно поступают и то есть как сказать выкладывают карту и не добавляет в итоге куб мапов ну это конечно немного странно как по мне то есть именно заниматься таким то есть куб мапы должны быть но не слишком близко то есть я чуть далеко конечно расставил но тем не менее то есть мой способ в чем заключается то есть куб мапы нужно подбирать по высоте однако или 64 или 128 я честно говоря не помню однако вы можете нажать shift скопировать скопировать и поставить любую желаемую вам в высоту желаемую да скопируйте удаляйте и все все control c control v удаляйте нижний куб мапы верхний остается это просто крутой способ на самом деле так как я сам очень не любил создавать куб мапы это вызывает у меня много как бы отращения в том плане что нужно постоянно все подбирать да можно воспользоваться таким методом он неплох на самом деле отражение в игре будут однако опять же подбирайте по высоте как бы и конечно по дальности то есть я имею ввиду то есть где они находятся да то есть все необходимо как бы подбирать вот то есть как все выглядит чтобы все было более менее более менее качественно так теперь теперь куб мапы портированы все то есть созданы также в здании создаете их их тоже там много не нужно много куб мапов вообще проблема ведет это я вам так скажу поэтому их добавлять так понемногу все куб мапы есть по желанию можете добавить то есть нотс что это такое а и нот это такая штучка для нпс то есть если вы планируете чтобы на вашей карте ходили персонажи добавляете их вот так да также то есть воздушные если у вас там вертолет какой-нибудь да то есть тоже добавлять такие сущности их нужно будет переместить в небо в данном случае я просто создаю все на земле так как это это все то есть персонажи просто у меня будут ходить да то есть летучих каких там аппаратов не будет и в определенной зоне только все карта можно сказать готова но не забывайте про то что необходимо провести работу с сексурами это одна из самых важных частей именно в портировании если вы хотите все это качественно реализовать да вы портировали но прямой порт он не несет с собой особой ценности то есть в чем что нужно сделать прежде всего нужно качественно все перенести качественно реализовать и конечно настроить давайте начнем например текстуры открываем папку со своими текстурами которые преобразовывал перестрелка и что мы видим флаг то есть все вроде настроилась но что нам нужно необходимо избавиться от лишних текстур в данном случае ну он не используется то есть это но дров можно сказать то есть это в сорсе было так сейчас уединяю в голд сорте в сорсе уже по другому нужно настроить каждую текстуру в каком плане настроить добавить сурфейс проб сурфейс проб что это такое можете прочитать документацию на сайте вал в софтер там все неплохо написано там написано какие конкретно материалы вы можете использовать я их буду сейчас добавлять я так же вам покажу half-life source приведу к нему то есть чем он привлекательный на самом деле несмотря на то что это прямой порт разработчики half-life source они использовали преимущество движка добавляя 3d skybox детализацию текстур и вот я рекомендую всем воспользоваться их ним опытом скопировать detail detail noise 1 да и detail scale и просто вставлять его сюда ну и конечно как бы размер детализации рекомендую стоять 10 то есть он так меньше кажется кого-то текстуры гораздо лучше на вид и surface проб добавляйте surface проб на каждую на каждый объект как бы извиняюсь каждую текстуру все ну не просто surface проб а также пишите какой конкретно это материал в данном случае флаг да флаг что это такое то есть это ткань какая-то ну давайте карпет в данном случае это ковер переводится но материалы довольно таки как бы можно предположить да что это немного похоже для дерева не обязательно стать так же скажу то есть для таких текстур не это все не обязательно в основном это делается для вот вот таких типа забор да то есть в данном случае также также что я еще рекомендую писать да но то есть компил но буллетс то есть почему компил но буллетс потому что здесь имеются такие решетки они не должны простреливаться но не конкретно у стены а вот типа таких да вот текстур да вот необходимо в основном у таких заборов надо то есть типсур забор например имеется которая должна простреливаться вот кустарник то и соответственно так сперметалл да чтобы быть очень твердым и непростреливает вот так и делаете данном случае забор забор что это такое скорее всего кирпич до бетон то есть surface surface проб в данном случае concrete я пишу края ты все сохраняю и так сделать нужно с каждой текстурой и конечно смотря вот забор забор компил на улице сейчас объясню то есть данном случае это забор да необходимо сделать так чтобы он прострелился конечно можно предположить написать чё-нибудь да там транс луканду не подойдёт все это это все команды не тем необходимо прописать компил вас будет данная команда что оно значит это значит то что она не будет простреливаться то есть все с пули будут то есть пропускать пули есть засловно да . компилировать пропускать пули да то есть пропускает пули один не забывайте добавить все тирана будет работать правильно то есть это можно не добавлять тогда это будет твердо и как бы твердо объектом не будет простреливать как бы стены да но это немного странно согласитесь я имею ввиду он будет пропускать пулем то есть не будет пропускать то есть он их поглощает вот по сути это текстура должна быть простреливаемая бмп в данном случае ты скорее всего металл то что btr конкретно какой металл там титан может дать здесь такого нет такого нет разделения на что можно добавить там свой мод что-то подобное но я имею ввиду все же оригинальный half-life подобную подобных материалов не существует то есть если например вы создаете карту для какого-то мода где есть свои какие-то там нововведения вы конечно смотрите документацию самого мода и смотрите имеет ли он какие-либо новые нововведения до новые да извиняюсь тавтология но какие-то вот такие нововведения которых нет в оригинале там новый металл да тот же то есть это опять же по вашему желанию я же просто пишу металл копирую и вставляю виде потому что по сути этой ну это есть металл и здесь грузовик то есть как вы видите грузовик это что это металл это скорее всего металл а вот вы можете спросить а вот как сделать например стекло до чтобы она была там реально стеклом на самом деле так можно сделать однако тогда вам придется разделять этот материал на несколько декапилировать модели и снова там настраивать то есть данном случае или но если вы при модели редактировать а если вы карту то создаете новую сущность окна и там то есть и новую текстуру тоже или используйте какую-то готовую же стекла вот но я честно говоря таким не занимаюсь но но не всегда да то есть удается прям точно воссоздать обычный достаточно такого несложного порта тем не менее мой порт я бы не сказал что он прям прекрасно сейчас давно в какой-то степени ужасный но опять же моя цель вам показать как именно можно портировать то есть а дальше вы выбираете сами давайте продолжим видео так а что а а Продолжение следует... 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 явные такие проблемы необходимо исправлять, то есть возникла проблема hash wake point outside valid range, то есть проблема, которая связана непосредственно с каким-нибудь неправильным брашем, давайте это исправим, преобразуем неправильную структуру, в данном случае 288, как бы в браш, то есть не в браш, а в сущность, 1504, наблюдаем, так, что это такое, это непонятная, проблемная, как бы сущность, вроде как, да, но это вроде обычный, да, как бы квадрат, то есть вроде ничего такого нету, да, сверхъестественного, исправляйте, то есть смотрите, то есть в данном случае, почему-то здесь очень странно, она как бы создалась, можете объединить вершины, да, попробовать таким образом исправить данную сущность, но смотрите, чтобы не возникли проблемы, да, также alt plus p, вы можете исправить здесь некоторые проблемы, которые появляются, то есть span flex, render color, не исправляйте проблемы с body, потому что это абсолютно не нужно, то есть body, в данном случае body group, то есть он все равно будет работать, даже здесь пишет то, что это устарело, так, окей, убираем это все, то есть это все нам не нужно, скин тоже, это все не нужно, все ошибки пропали, теперь, теперь нам необходимо все это, как бы, исправить все браш, которые, то есть были написаны в моем случае, 1504, 1501, смотрим, я попытаюсь исправить их, объединив вершины, однако, хорошо ли это метод, ну, скажите, нет, скорее всего, нет, потому что, ну, неоднозначно, да, то есть таким именно заниматься, в том плане, что не факт, что может исправить вашу проблему, да, вот, но я попробую, то есть сделать именно это, и посмотрим конкретно, что из этого выйдет. Что ж, проблема была исправлена путем воссоздания мною проблемных структур, проблемные структуры я воссоздал, поэтому все мне удалось сделать, и, как вы видите, не обращайте внимания, давайте отключим режим разработчика, чтобы вам это все не мешало, все, как вы видите, карта была успешно портирована, да, так, здесь я немного накосячил струю со структурами, выставляйте иллюжинарии все-таки, здесь, опять же, в соответствии с картой, да, вот, то есть смотрим, как вы видите, все вроде как скомпилировалось, однако, некоторые структуры, конечно, повредились, это, в данном случае, дверь, дверь, которая должна, вроде как, открываться, это нужно будет исправить, так же, горка, которая тоже, тоже, как бы, не выполняет свою функцию, БТР, которая имеет некоторые дырки, но в целом, в целом, сама карта, если говорить, ну, честно, да, вроде как, неплохо, да, то есть можно где-то пролезть, где-то посмотреть, то есть она, геометрия, вроде, передалась-то, даже небо есть, говоря о небе, тоже перейдем к этой текстуре, я вам расскажу, как именно правильно ее перенести, ну, все, вроде как, карта готова, опять же, это мой метод, и он не всегда корректно будет работать, так как, ну, опять же, есть, есть свои, как бы, минусы, да, ну, вы видите, то есть открывается неправильно, вот сейчас это я исправлю, как портировать текстуру неба, например, у вас какое-то небо, да, предположим, в данном случае, то есть, у меня, например, имеются текстуры просто такие, сейчас вам покажу, такие текстуры, тга-формат, то есть обычные тга-файлы, то есть формат gold source, как преобразовать это небо, чтобы оно работало в source-движке, да, выбираем втф-эдит, втф-эдит, выбираем инструмент, convert folder, то есть конвертировать папку, выбирайте вашу папку, вашу папку, в данном случае, у меня это cove, material, source, и теперь, опять же, из предыдущего совета, да, называйте папку materials, и необходима директория для любого skybox, это, соответственно, skybox, то есть, не называйте папку по-другому, потому что source-движок, то есть, обычно все ищут, то есть, все игры обычно ищут именно в этой директории, текстуру неба, и конвертируйте ее, все, materials, все готово, да, вроде бы, но нет, на самом деле нет, необходимо настроить также и shader, то есть, для наглядности я вам покажу, например, сейчас открою, skybox, например, от Half-Life 1, Half-Life 1 source, ignorance, ignorance обязательно, но fog, это по желанию, если у вас есть, например, небо, да, извиняюсь, есть туман, unlimited generic, да, то есть, unlimited generic, это специальный shader для неба, то есть, он отображается, у него там, mattful bright, да, то есть, он всегда светлый, ignorance, что такое ignorance, вы должны всегда ставить его, если вы его не поставите, то есть, если вы его не поставили, то вы на сервере, если включите фонарик, то у вас почему-то очень все странно себя будет вести, да, почему-то туман появится, причем, не то, что туман, как это, непонятно, что просто будет, багнусы, все, пересохраняйте, добавляйте все эти строки, это несложно, потому что обычно у skybox всего 6 файлов, 6 файлов вручную изменить, в принципе, не составляет никакого труда, все, skybox готов, терм, я его могу, в принципе, копировать, использовать для своих нужд, то есть, так работает абсолютно с любым skybox, то есть, логика довольно-таки проста, также, также важно знать, если у вас на карте имеется спрайт, анимированный спрайт, то есть, как его перенести, давайте я вам покажу, в данном случае у меня музл флэш, да, это не для карты спрайт, но тем не менее, саму логику, то есть, вы, я думаю, поймете, то есть, практически то же самое, то есть, если у вас статичный спрайт, это совсем уж вы легкотня, да, а если у вас анимированный, как у меня, например, динамичный спрайт, то есть, 4 кадра имеют, то есть, сейчас я вам покажу, как его исправить, вот у вас появились тега файлы, их, соответственно, нужно преобразовать, преобразуем их с помощью, конечно же, vtf.edit, vtf.edit сейчас, также, вот, event.file появился, так, здесь, мы напишем base texture, то есть, расположение texture, в данном случае, это спрайтс будет, да, спрайтс, и также, неправильно выбран шейдер, я не знаю, почему он выбирается, unlit generic, это неправильный шейдер, он не должен быть для спрайтов, то есть, у вас не будет работать спрайт, нужно так и написать спрайт, и все, все будет работать, спрайт orientation, да, параллельно, там, все нормально, то есть, вы также можете изучить, как бы, спецификацию, да, и, как бы, поставить в соответствии, то есть, вашими желаниями. Теперь, что делать? То есть, как сделать все это анимирование? Потому что, у нас 4 текстуры, это 4 кадра, да, сейчас я вам покажу, открываем vtf.edit, vtf.edit, и выбираем импортировать, импортировать, выбираем все файлы, ну, можно не все, там, тга, в принципе, поддерживается, я, например, если у вас vtf, например, сохранил все это, да, то есть, как объединить вообще любую, без разницы, любую карту, так может, то есть, любые картинки, зря есть, вот, выделяете все, enter, enter, animated текстур, generate mipmaps, это, ну, не обязательно писать, да, то есть, выбирайте все, то есть, как хотите, все, все, теперь анимированная текстура у нас получается, все, все готово, то есть, enter соответствует с этим, muzzle flash 1 должно называться, все, теперь мы должны это сохранить, сохранить cove materials vtf, все, анимированная текстура готова, то есть, по сути, у вас анимированный спрайт, все, теперь вы можете его вставить на карту, в соответствии с нужной директорией, то есть, все это уже готово, то есть, я это забегну в архив, то, что мне необходимо, и все, спрайт, спрайт реализован, говоря о мини, я неправильно поставил значение, ставлю down, и теперь, теперь, за что эта функция вообще отвечает, функцией брикабл, это сущность, которая ломается, то есть, она может сломаться легко, и то есть, что теперь делать, она называется mine1, теперь, давайте сделаем так, то есть, когда эту функцию, например, когда эту дверь вообще касается, открывается, то есть, она взрывается, давайте реализуем это, то есть, use убираем, только touch, и вот, теперь мы можем сделать, следующее, он open, mine1, mine1, brick, brick, да, то есть, сервис будет ломаться, и какой смысл, да, вы скажете от этого, ну, абсолютно никакой, но, теперь, мы добавим его, explosion, то есть, в оригинале создавался взрыв, и вот можно, воспользоваться этим методом, то есть, создать взрыв своеобразный, давайте пропишем назначение 250, например, 250, и, соответственно, назовем его как-нибудь, 01, 01, и теперь, что, что теперь, теперь мы добавляем сюда, on brick, то есть, на ломание, 01, да, взрывается, все, теперь эта сущность будет взрываться, когда дверь эта открывается, да, ну, типа открывается, на самом деле, когда вы ее касаетесь, можно добавить сюда триггер, на ваше усмотрение, здесь проделать ту же самую работу, поэтому давайте начнем, сухいい, сухие, кем, Все, теперь можно попробовать проверить Также карусель Funk Rotating То есть она должна по сути крутиться Сейчас, но как мы видели в игре Она особо-то не крутится Можно попробовать преобразовать ее Так, немного извиняюсь Функция, конечно, различается Я посмотрел еще раз в оригинале То есть, смотрите В любом случае этот квадрат остается Значит, я скорее всего поменяю Просто удалю это Удалю и добавлю сюда То есть, просто OnOpen То есть OnOpen02 Будет взрываться То есть, уже не на ломание объекта Потому что это не нужно абсолютно А просто на прикасание То есть на открытие То есть, в каком случае Откроется То есть, когда человек коснется То есть, в оригинале сделано так Ну, я имею ввиду Как раз таки На этой карте Что именно Подобная реализация Вот Выглядит как-то так вот То, что вот этот квадратик Он все равно Имеется Также перейдем сразу К оптимизации Да Разных объектов То есть, что нужно знать Прежде чем оптимизировать объекты Смотрите, какой тип Браша То есть, функвол Да Возможно Возможно Да То есть Данный объект Например, на карте Имеет прозрачность Функвол Это сущность Которая обеспечивает Такую возможность Именно рендер мод Аддитив Да Колор Да Так все И прочие режимы В основном Обращать внимание На FX amount Да И рендер мод То есть За что Это как бы Текстура отвечает Может это лампочка Такая Она должна быть прозрачной То есть Вы смотрите Исходя из чего То есть Вы меняете Да Например Переобразуются Функ детей То есть Функвол Вот это Смотрите Это обычная стена Это ничего такого То есть В этом нету То есть Это можно преобразовать Спокойно Это тоже Да Например Вот я вообще Имею ввиду Функвол Да То есть Это все преобразуется То есть Это уже нельзя Преобразовать Это другая сущность Здесь Функтанка Здесь то же самое То же самое Вот Иллюзионеры Функвол Да Вот То есть Как бы Иллюзионеры Да То есть Это что за Сущность Это сущность Которая Как бы Ну она Не твердая В данном случае Это забор Скорее всего Должен быть твердым Поэтому его Я преобразую Как бы Не твердые тела В данный момент Это деревья То есть Но в оригинале Мы увидели Что ствол У них конечно Имеет Имеет коллизию Однако Здесь реализовывать Я это не буду Однако Если вы хотите Это сделать То это довольно просто То есть Вам нужно Всего лишь Сейчас я вам покажу То есть Вам нужно Взять текстуру Клип Выделить Необходимо Вам ствол И добавить Просто в середину Да Вот Выбрать Как бы Блок Тул Да И создать Соответственно Блок Вот вы видите То есть клип Это невидимая стена В данном случае Это просто будет Коллизия дерева То есть Твола Если вы хотите Добавить Вы можете Это сделать В принципе В оригинале Так и было В остальном Я не буду Изменять Хотя на самом деле Я также Отмечу Что Немного Немного Портированная Версия Деградировала В том плане Что Конечно Коллизия Не то что Коллизия Да Некоторые объекты Прямо Действительно Выглядят по другому Вот здесь Например Скрывилось Да То есть Это все Можно будет Исправить То есть Например Добавить Дубляж Да Такой Своеобразный Дублирование Если говорить Правильно Вот То есть Горизонтально То есть Меняя положение Можно В принципе Воспользоваться Вот таким методом В принципе Перетаскивание И это у вас Вполне Как бы Выйдет То есть Это все Не сложно Это Реализуемо Вот как Вы видите Сейчас То есть Все это Можно Как бы Настроить Чтобы это Работало Да Однако В моем Случае Мне достаточно Просто того Что Есть Да То есть Довольно Таки Неудивно Очень выгодит Однако Вполне Меня Это Устраивает Вот Такой Объект Немного Странненький Конечно Его можно Чуть Подровнять Знаете Там Сейчас Здесь Попробовать Как-то Как-нибудь Подвинуть Да Но Опять же В моем Случае Это Абсолютно Не критично Это Ни на что Не влияет Ну Как видите Ну И конечно Надо проверять Не испортилась Ли эта структура Она испортилась Фиксим И она возвращается Чуть-чуть Чуть-чуть Удлиняется Но Вроде как Играбельна То есть Да Вот такая Деградация Несущественная Ее можно Исправить Вполне Легко Воссоздать Эту структуру Тоже Легко Она Несложная Вот То есть Вы смотрите Сами Вы можете Воссоздать Чтобы сделать Точный Оригинал А можете Легдолго Избирять Геометрию Вот Своеобразные Конечно Элементы Они Допустимы Однако Однако В таком Случае Вы не Претендуете На качество Порта То есть На Каноничность Данное Его качество Вообще Пострадать С оригиналом То То Что Произошло Вот Держите Вот Такие дела Я Закончил Примерно Исправлять Все проблемы Но Также Хочу Добавить Я изучал Старую Карту И заметил Что Пулеметы У которых Была Немного Странная Текстура Которая Мне показалась То есть Имелись Вот такие Линии То есть Я подумал Я свалил Это на Декомпилятор Это не так Это было И в оригинальной Карте Я не знаю С чем Связано Но Такой Маппинг В целом Так Ну Перейдем К самим Исправлением Я исправил Вот Эту дверь Так называемую Сущность Теперь она Опускается вниз Как и должно быть Вот следующие Параметры Как я их Подобрал 90 То есть Это подбором Вот Дистанцию Я тоже Изменил Метод подбора В чем заключается Я постоянно Менял значение Компилировал Неудобный способ Абсолютно Очень сложно Не то что сложно Он просто Много времени Забирает Поставил Значение Игрек Тач Опенс Стреляли Это оружие В данном случае Оно одно На все пушки Ну Прочие настройки Здесь эффект А То есть Аммад Патроны Тип этот Надо обязательно Ставить Иначе возникнут Проблемы Проблемы Могут быть Следующие То есть Булет Булет То есть Пули Какие Иногда Бывает Такая Проблема Что Просто Не стреляет Вот Вот Это Как раз Таки Контрольное Поле Здесь Просто Пол Это Невидимость Вот Контрольное Поле И Соответственно Тест Это NPC Зомби Который Управлял Б Конечно Теоретически Теоретически Управлял Б Этой Турелью В остальном Давайте Все же Продемонстрирую Вам Все это В игре Вот Игра Так Чем Год Мод И Что Вы Видите Все Опускается Опускается Примерно Очень Схоже С Оригиналом Также Крутится Вот Эта Карусель Я Конечно Включил Чтобы Она Всегда Это Крутилось Сейчас Я Вам Еще Покажу Вот Все Все Работает Как Нужно Немного Переделал Логику По сути Она Как В Оригинале То Есть Что Теперь Как В Оригинале Ты Подходишь Но Имею В В Карте На Курсурс Вы Подходите На Эту Курсель Она Начинает Крутиться Да Но Вы Также Можете Еще Раз Подать Она Перестанет Крутиться То Я Добавил Триггер Мультиплай Мультиплай Почему Мультиплай Не Ванс Ванс Он Один Раз Пользуется Мультиплай Сколько Угодно Вот И Триггер Поставил Чтобы Карусель Соответственно Включалась Или Выключалась Как Теперь Это Работает Я Сейчас Ее Активировал Вообще Она По Стандарту Выключена То Вы Подходите С Не Она Начинает Крутиться Надо Еще Раз И Перестанет Вот То По сути Эта Логика Была Реализована То С Она Не Сложно Это Довольно Таки Просто Как Примерно С Турелями Хотя Они У Меня Сейчас Не Стреляют Не Стреляют Но Вы Так Можете Это Реализовать Добавив Например Ну Вражеского NPC Да То Это Авто Турели Это Можно Будет Переделать Позже Я Так же Смогу об этом как-нибудь еще сказать все же я решил решил запустить оригинал чтобы сравнивать что было что сравнивать во-первых лестнице дам было много инфо лоджер то есть много лестниц а как какие конкретно это лестницы как оказался за деревья в данном случае деревья это лестница я их не буду в то есть делать на однако вы саму суть уловили то снег на некоторые деревья можно залезть также еще одна вещь которую я обнаружил у меня же было так называемая дверь да то есть функтор то тенгаем то есть я ошибся оказывается это не дверь вовсе это просто такая ловушка давайте я вам сейчас продемонстрируем и как раз таки взорвалась к сожалению сейчас он покажу вот как вы видите это не дверь я ошибся это мина после того как она активируется происходит взрыв то есть получается то есть она подкают как-то к машине подсоединена то есть довольно интересная фишка то есть и почему это функтор рута синда можно предположить на самом деле это логично то есть активировать не получается давайте ладно сейчас вам покажу вот все то есть после того как это активируется да это мина направление то есть меняет и вниз как бы опускается то есть реализовала я неправильно то есть я сделал верх и должно было вниз то есть да я подумал это типа что-то барьер да то есть такая моя оплошность на самом деле здесь я был неправ а также ну то есть это такая карусель да то есть она здесь тоже двигается на самом деле реализовать очень просто то есть это как бы повторяющиеся действия то есть мы установили правильное направление здесь также также здесь имеется подобные мины их тоже реализуем но в целом что еще можно добавить прежде всего освещения конечно здесь такое то есть надо будет запомнить он такой светлая здесь все так не темно дырки в карте конечно и так присутствует и без декомпиляции на самом деле до некоторые но это может определяются но все же карта тоже не идеальным также здесь имеется пулемет однако реализовывать я не буду его так как у меня нет цели конкретно эту механику сделать а так я покажу покажу как это все реализуется то есть что мы выяснили прежде всего инфолайджу то есть их было много а за что они отвечали отвечали они конкретно за за вот лазенья по деревьям да и вот лестницу в доме здесь также имеется btr который стреляет то есть тоже есть турель давайте идем дальше здесь тоже имеется турель то есть карта такая односложная да то есть из новенького до такого то что мы обнаружили это конечно турели и они даже неплохо работают от остальном как бы все что мы сделали это портировали исправили плохие структуры и это хорошо получилось хотя можно с уверенностью сказать что это не очень точно и это не может не соответствовать оригиналу действительно так то есть мелочах карта может различаться многое было реализовано было были все файлы необходимые принесены теперь просто напросто приводим карту просто финальное состояние исправляя вот такие мелкие недочеты до fix all of type все на fix all не всегда как бы правильно опять же нажимать обращайте внимание на боди на боди и также рекомендую вам ознакомиться с редактированием карта в notepad плюс плюс в мф файл он очень удобный он редактируется в notepad и дадусь блокноте то есть вы можете сменить какую-нибудь строчку необходимую сменить определенную структуру funcwall на func details здесь удобный формат удобно с ним работать я подумал вам рекомендую ознакомиться также с этим если например в гаррис моде имеется строчка гмоталов из ганда то есть и там она все время по стандарту почему-то на значение один да то вы можете изменить все здесь то есть найти необходимую строчку и заменить на 0 это один из примеров используем то есть я вам всем рекомендую также вот вот в принципе все что я хотел вам показать здесь у меня немного неправильно преобразована то есть я ошибся здесь все-таки и иллюзионеры нужно стать то есть это как сказать вам то есть это не твердый объект будет вот он должен быть твердым вот то есть это все так и должно оставаться то есть теперь теперь что нужно сделать файл рамоп из финальная компиляция я не буду заморачиваться я скомпилирую быстрым таким путем вывис и возможно у вас будут будут проблемы с компиляции листы не обработаются да скорее всего есть дырки в карте непонятные как это легко исправить самый легкий метод как избавиться от этих проблем абсолютно да не очень конечно правильный метод но просто создать коробку до создать коробку если у вас есть проблемы с листами да то это действительно легко исправить вот make hollow 32 всем через коробку у вас никогда такие проблемы с такой коробкой не возникнет я использую этот путь иногда потому что таким но не всегда есть время и желание возиться с поиском проблемы но это не сильно я уверен то есть это не особо влияет на производительность на работу карты в принципе вы можете про все как бы очень близкостью создать это да чтобы прям коробка была идеальны даем то есть прям карте она прилегала вот ну что давайте начнем компиляцию извиняюсь также да опять же повторюсь используйте всегда латиницу без латиницы нельзя что ж карта была успешно портирована мною на движок source также сразу добавлю что имеют у меня событий некоторые своеобразные да ремарки да то есть какие-то изменения которые я добавил а именно я чуть-чуть поигрался со значениями ambient embrace и ну у сущности light environment то есть в конце я чуть-чуть изменил строки то есть как раз таки повысил и да то есть повысил там записанные числа чтобы прибавить яркость и это прям соответствует оригиналу даже по освещению это уже не так темно обычно я не настраиваю в своих портах освещения то есть прям так однако вот здесь я решил это сделать и как вы видите все выглядит довольно таки ярко то есть как в оригинале если что сейчас стоит режим ldr то есть не hdr то есть в hdr обычно карты ярче намного здесь ldr и все все нормально то есть как вы видите все реализовано то есть опять же коляска да извиняюсь карусель карусель здесь тассимин работают да вот также геометрии как видите то есть все выглядит довольно таки симпатично хотя имеет место быть конечно же такие такие дырочки да то есть они конечно здесь имеются опять же последствия декомпиляции и мои некоторые исправления конечно повлияли негативно на некоторую часть карты да на некоторые части опять же то есть скорее всего вот так выбирать не должно хотя в любом случае даже если так и должно быть немного странно вот видите дырки такие да то есть в оригинале этой карты тоже там есть дырки но такие явные как здесь уж и в btr есть дырки да но в целом да что я хотел сказать что портировать на 40 движок вполне возможно и те кто говорит то что этот процесс как бы невозможен это на самом деле не так или они не разбирается но не разбираются другого объяснения меня нету то есть портирование с соус на гусор вполне возможно это довольно таки простой процесс который требует лишь терпения и желание прежде всего на самом деле я подытожу скажу что процесс у меня как бы происходил так импровизированный я не готовил этот гайп заради то есть поэтому вы можете увидеть много повторений иногда херню несу я из-за это извиняюсь потому что я не писал текст а делал все на ходу я также удивился тому сколько появилась ошибок после декомпиляции карты я с таким сталкивался не так часто если честно то есть это одна из таких довольно таки сложный карт но я от нее этого не ожидала на 2004 года я думал геометрия такая седа но как вы видите декомпилятор справился но неплохо неплохо унифает также хочу обратить ваше внимание на перспективный проект юбис бегай то есть чувак там прям создает проект где где есть программа которая то есть редактирует карты не требует знаете перекомпиляции в общем то есть добавлять свои изменения но также в этой программе есть функция экспортировать карты в map файл то есть экспортировать в исходный файл пока эта функция как я понимаю не реализована но если это будет и обязательно расскажу вам они то есть об декомпиляции то есть именно этого так сказать этой программы до этого приложения целом и я на самом деле не разобрал много функций то есть это первое видео о портировании карт и то что я сделал это не у каждой карты такое то есть бывают другие какие-то объекты да какие другие сущности для которой необходимо портировать двери те же самые здесь вернем не было если что я буду еще портировать карты и сниму это обязательно то есть покажу вам этот процесс изнутри как это происходит и пусть это не всегда звучит прям так хорошо дают то есть такой процесс как бы немного неоднозначный но все очень просто то есть довольно таки все просто просто требует время и желание прежде всего если оно есть то вы все портируете вот как вы видите я все портировал даже там пушки двигаются однако я не сделал так чтобы они стреляли потому что мне это не нужно в оригинале они должны стрелять да то есть мне это в данный момент не нужно они просто за мной наблюдают потому что я поставил npc до который будет следить вот и также поставил ему рендер мод то есть отключил don't render выбрал функцию до чтобы он не рендерился и также сразу скажу вот такие черные то есть черные вы можете заметить текстуры до черные текстуры до например на каких-то объектах это это неправильно так не должно быть это опять же проблема с файлом карты то есть что вы делаете вы ищете данный объект в хаммере и преобразуете его функ detail да то есть преобразуете его в сущность этот браш то есть это обычно происходит с обычными брашами да то есть не с сущностями то есть такие объекты необходимо преобразовывать конвертировать до их функ detail или любую другую сущность и все это проблема будет исправлена то есть это довольно таки часто случается с портами особенно с после декомпиляции то есть эти объекты необходимо находить да и исправлять данный момент то есть этот порт не очень качественный я буду честен да он довольно таки посредственный но тем не менее показать сам процесс то есть как это все происходит вы надеюсь суть вообще уловили то есть это несложно но опять же если вы хотите очень качественно сделать порт вам необходимо провести большую работу искать каждую ошибку и исправлять ее но это уже на ваше усмотрение спасибо за внимание с вами был наукчат ну или а я знаю как удобнее вам спасибо за просмотр всем пока спасибо за просмотр всем пока Продолжение следует...